Кровавый клоун! Эту сволочь, которая засела в Авдеевке, заравняют примерно так же, я надеюсь, что заравняют их примерно так же, трехтонными бомбами, как Израиль сейчас равняет газу. А у нас враги, такие же, как Хамас для Израиля, это солдаты ВСУ, или точнее любой человек, у которого есть желто-синий шеврон. Это наш собственный Хамас. Израиль, проигрывая в этой войне, а в этом у меня сомнений нет, потому что союзники, которые сегодня поддерживают мусульман или исламский мир, достаточно сильные, совершат свое, наверное, историческое, сакральное действие, переселение. Куда? Туда, куда указывали цадики, праведники иудеев, приезжая 300-500 лет назад и умирая, оставляя могилы, как фарватор. Для своего народа, который должен переселиться, будет на плодородные земли Западной Украины. Фактически там, где они всю жизнь и обитали, ведь еще 500 лет назад. Львовская область, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Чернопольская область. Это же были города или земли, которые наполнены были иудейским народом. Да, потом политика Богдана Хмельницкого изменила, и там действительно происходили страшные события. Но, поверьте мне, насколько я погружен в историю, Израиль всегда рассматривал возможность поиска новой земли. Новой земли обетованной, которая и может служить Западной Украиной. Вы знаете, я недавно сказал, по большому счету, когда приду к власти на Украине, я отдам и восстановлю историческую справедливость. Западные областя евреям, ну конечно, мудрый, как они называют себя, богоизбранный народ, пускай живет там, где когда-то они чувствовали защиту и были счастливы. Потому что для меня лучше пусть живут евреи, чем эти областя займут поляки. Все будет как раньше, не будет, уже все, не будет. То есть, поэтому мы и говорим, что что будет Украина, как будет Украина, мы можем не предсказывать, а анонсировать. Но до тех пор, пока это не случится, многие это воспринимают, не хотят воспринимать и не будут воспринимать. Этот мир с той Украиной империей, Украина-империя, русские, галичане, евреи и прочее, прочее, уже не вернется. Украина с той экономикой, второй, третьей, четвертой, пятой в Европе, как считать, не вернется. Самолетостроение не вернется, кораблестроение не вернется, автомобилестроение не вернется, станкостроение не вернется, химия не вернется, обсерватории не вернутся, физика не вернется, атомное оружие не вернется, скоростные поезда не вернутся. Ничего не вернется. Субтитры сделал DimaTorzok Вони купаються в золоті, в діамантах, а можливо в них в принципі немає ані газу, ані води. Одним словом, чим живе сьогодні той, хто підтримує абсолютно все, що відбувається в Російській Федерації, той, хто ніколи не подорожував, не має закордонного паспорту і в принципі ніколи не бував за межами своєї глибинки. Уважаємий Владимир Владимирович, ми, жителі мікрорайона Левобережної, замерзаємо в наших квартирах без отопления. Глава нашого городського округа Химки Дмитрий Владимирович Волошов отчитався губернатору Андрій Юрьевичу Воробьєву о том, що в мікрорайоні тепло подано во все діма. В мікрорайоні ось десятка прорывів на тепло-магистралі. В цих условиях администрація хоче построити ще один детський сад на території гімназії, у нас за спиной, на цих старих трубах, які містово пустоянно рвуться, що увеличить ще більше на них нагрузки. Ситуация с прорывами происходит с осени прошлого року. В теплый период времени, вместо обещанной заміны магистралі, ремонт произведен в лише нескольких местах. При этом у нас дома мёрзнут пожилые люди и дети, многие из них болеют. Помогите нам, мы замерзаем! Мы не безумие! Безумие! Рома, а вот по твоей версии, как ты считаешь, може ли пойти Кадыров на выборы? И насколько это было бы проблемой для Путина на президентский? Нет, не может. Ну, потому что, во-первых, нет выборов. Он будет, знаете, как в некоторых странах, есть то, что называется серые кардиналы. Ну, вот Рамзан Ахматович уже много лет эту функцию выполняет. Тут у них же тоже там любви между условными федералами и Кадыровцями не прибавилось за последние 20 лет. И ему вот эта вот политика большая, она, ну, в смысле Москва, она опасна для жизни. Заметьте, что большинство своих вот обращений он делает или из московской больницы, очевидно, в окружении охраны, или из своего золотого дворца. Такой, кстати, Рамзан Ахматович, надо сказать, что у нас-то этот стиль называется пшонка-стайл. Ну, да, и были еще случаи на заправках на Роснефть, он записывал обращения и говорил, что он уже приехал в Украину, потому что он ничего не боится. Я не думаю, что это возможно, потому что, ну, реально ему оппозиция очень сильная, и я бы лично призвал бы Рамзана Ахматовича баллотироваться. Но мне кажется, он не такой глупый. Ром, как ты считаешь, позиция Кадырова и те лозунги, которые он во всеуслышание провозглашает постоянно, может ли это привести к напряженности между, допустим, жителями Чечни и жителями других регионов Российской Федерации? Так вот, слушайте, эта напряженность, она никуда не делась за последние, ну, фактически 20 лет. Она как была, эта напряженность, так она осталась. Только все вот эти вот действия привели к тому, вот этот особый статус Кадырова и его клана вне закона Российской Федерации, что все остальные боятся, понимаете, просто боятся. Вот у нас, помните, у нас даже президент Украины, он еще не был президентом, извинялся перед Кадыровым, потому что они там начали играть на вот этих вот межкультурных, межнациональных, межрелигиозных отношениях. Тогда Зеленский, он, по-моему, президентом еще не был. Ну, я к чему это все веду? Когда человек, который занимался актерством, это делает, ну, это нормально. Ну, так там же вот вы можете просто забить вот любой в Google, а у них, соответственно, в Яндекс, перед Кадыровым извинился, так там вот будет вот такой список, и это федеральные чиновники, и местные депутаты, и федеральные, все его боятся. Вот из последнего, значит, написал Мединский, бывший министр культуры, сейчас помощник Путина, учебник истории. И что? Кадыровцы заставили извиниться, переписать очередной раз. Там, кстати, за 20 лет последних учебник истории России переписывался 43 раза, и вот это переписывание, оно не последнее. То есть страх, в первую очередь, страх перед ними, потому что они, ну, слушайте, то, что мучают заключенных и арестованных в российских СИЗО и тюрьмах, это не является секрет. Но до этого избиения никто не транслировал. То есть там были скандалы, когда там камеры наблюдения, все эти истории с швабрами, даже об этом говорить жутко. Они это все вывалили, все эти, вроде как бы должен был быть в России скандал. Ничего нет. Они все под этим, под плинтусом забились россияне и молчат. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДЕО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДІЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.